Аплодисменты Тёмное дерево палово было влажным, там явилось сою шероховатым и очень-очень тёплым. Роберт уселся на сложенные бухты и горбонный кросс, достал партия, запурил. Папиросы были настоящие, из земли, хорошо размороженные, не потеряли ни формы, ни вкуса. АПЛОДИСМЕНТЫ Клиенты запаздывали. Они всегда запаздывают, даже если им нужно спешить, если счёт идёт на дне часы. Им всё в новинку. Небо в сплошной пелене фиолетовых облаков, горные пики на западе, бескрайний океан на востоке, узкая лента города между предгоньями и берегом. Город они называют посёлком. Роберт их понимал. Он видел земные города на экране. Для землян Лазер-Сити не город. С соседнего судна его откликнул Мигель. Попросил закурить. Роберт кивнул. Мигель позвал сынишку, но тот возился со стоящим тателажем. Придирчиво, как это умеют только влюблённые в море дети, проверяя ванты и штаги сантиметр за сантиметр. Мигель бахнул рукой, сошёл к умасткам на пристань, поднялся на напасть. Роберт протянул ему портсиган. Мигель закурил и уселся прямо на палубу у ног Роберта. Некоторое время они молчали. Смотрели на север, где над посадочной площадкой тревожно лились птицы. Говорят, их всего четверо, рассказал Мигель. Роберт пожал плечами. Корабль с земли прилетал раз в три месяца. Иногда он привозил больше десятка клиентов. Иногда очень редко одного или двух. На памяти Роберта не было бы случая, чтобы никто не прилетел. «Мне Деннис сказал», — пояснил Мигель. «У него сестра в диспетчерской, знаешь?» «Знаю». Роберт сплюнул через борт. Мигель неодобрительно поморщился. Пока судно у берега плевать или гадить в море, значит, гневить судьбу. Но Роберт плевал в море. На судьбу он тоже плевал. Роберт был моложе Мигеля. Он был удачлив. И они были друзьями. «Кому-то не повезет», — сказал Роберт. «Хосе», — сказал Мигель убежденно. «Он без клиентов». Они посмотрели направо, будто в первый раз видели счастливый шанс. Судно Хосея и впрямь не внушало доверия. Когда-то это была крепкая, надежная филюка. Но пару лет назад она потеряла одну мачту. Восстанавливать ее Хосе не стал. И теперь судно выглядело, будто непомерно большая баланселла. По сравнению с ухоженными шлюпами и тендерами, она казалась не муглюжей. По сравнению с маленьким кетчем Мигеля, несуразной. Хосе без клиента, — согласился Роберт. Они успели выкурить еще по Патеросе, когда на Портовой улице показались земляне. Мигель заторопился. «Что к тебе провести эту ночь с соседской дочкой?» — пожелал он напоследок. «Она уродина», — ответил Роберт. Клиентов было четверо. С ними шли еще несколько человек из команды, но экипаж выдавал форму. Один клиент Роберту понравился. Крепкий парень, одет правильно, из багажа лишь маленькая сумка, по сторонам не глазеет. Такое на борту не помеха. Второй клиент ехал на инвалидной коляске, с трудом вращая руками никелированные обудьи колес. Шедший рядом корабельный стюард время отремени ему помогал. Роберт только покачал головой. А еще были парень и девушка. Или мужчина и женщина, неважно. У землян никогда не поймешь возраст. Они шли рядом, и сразу было понятно, что рядом они и останутся. Земляне подошли к пристани. Мигель с сыновьями встал на корме. Другие команды тоже выстроились, стараясь принять позы в крифе. Роберт остался сидеть. Первым свой выбор сделал клиент на инвалидной коляске. Подъехал к кетчу и властно махнул рукой. Мигель со старшим сыном спастились вниз помочь. Коляску они оставили на берегу, а инвалида понесли на руках. Правильный парень выбрал шлюп Даниэля. Роберт про себя одобрил выбор. Лучшее судно и лучший экипаж. Еще он заметил, как часто подергиваются у парня Вики. И пожелал ему удачи. А потом парень и девушка поднялись на его шлюп. «Вас зовут Роберт», — сказала девушка. «Мне вас рекомендовали». Роберт кивнул. «Редко, очень редко, но ему доводилось отказываться от клиента. Он не всегда мог объяснить себе, почему это делает. Но если клиент не нравился, отказывал». «Мы хотим нанять ваше судно и вас», — продолжил девушка. «Вы знаете правила?» — спросил Роберт. «Да». «Тысяча кредитов. Срок не больше трех дней. Никаких гарантий. Если мы не найдем Снарка, если не сможем его убить, вы все равно платите полную сумму». «На борту мое слово закон». «Если потребуется работать, вы будете работать». Девушка кивнула. Казалось, что она играла главную роль в паре, но Роберт посмотрел на юношу. Взгляд того был твердым, собранным. Он тоже кивнул. «Не больше ста граммов металла с собой», — продолжил Роберт. «А лучше не берите вообще ничего. Никакой техники. Абсолютно никакой. Никаких электрических устройств и источников энергии. Если у вас есть импланты, то охота бессмысленна». «Мы знаем, — сказала девушка. Знару чуют металлы и электромагнитные поля, да? У меня был имплант, но я его удалила перед полем». «Это все правило?» — спросил юноша. Голос у него был уверенный, внушающий доверие. «Люди с таким голосом привыкли убеждать. Им даже не требуется командовать». «Да, мы согласны». Роберт пометал еще секунду. «Когда капитан делает выбор, он уже не вправе отказаться от охоты». «Они ему нравились. Так что же тревожило?» «Сколько вам лет?» — спросил Роберт. «Мне 26, а Линде 27». Он помедлил и добавил. «Мы муж и жена. По земным законам мы полностью дееспособны». Это показалось Роберту важным. Он ничего не имел против помоложенных, которые сто лет любили в Гюнсаде. «Если человек в состоянии продлить молодость и получает от жизни удовольствие, что плохого?» Но омоложенные казались ему непредсказуемыми. «Зрелый ум в юном теле, в коварне старого вина под шамбаками». «По рукам!» — сказал Роберт вставая. Парень обменялся с ним крепким, надежным мужским рукопожателем. Произнес. «Спасибо за доверие, капитана. Мы в вашем распоряжении. Меня зовут Александр Младший, но вы можете звать меня просто Александр». «Я буду звать тебя Алекс». «Александр, если заслужишь». «Идет!» «К вечеру они были в пяти милях от берега. Роберт держал курс на север. Снарки любят холод. Всего сутки пути при хорошем ветре и шансы на успех растут». Кич Мигеля тоже двигался к северу. Он ушел почти вдвое дальше от берега и опережал напасть миль на 7-8. Роберт не переживал. Охота на снарка — это всегда латерия. Неважно, кто первым придет в зону охоты. По большому счету, необязательно вообще туда идти. Снарка можно поймать прямо у пристани. А можно месяцами скидаться по северным водам, но так и не увидеть над водой тонкую белую шею, увенчанную большеглазой головой стрепещущим венчиком гидрис. Но все-таки на севере шансов больше. Стукнуло две калюты. Роберт посоветовал охотникам высказки, и они честно проспали 6 часов. Сейчас Алина выбралась на полу. Лицо свежее, умытое. Наверное, у нее с собой гигиенические салфетки. Умывальник имелся только на кампусе. «Добрый вечер, капитан!» сказала женщина. Она пошла корме, не ожидая ответа. Но не как надменная хозяйка, равнодушно поприветствовавшая слугу, а как мудрая женщина, не требующая от мужчины отвлекаться ради пустых слов. Роберт улыбнулся. Достал драгоценную папиросу и закурил их. Потом посмотрел назад. Полускрытая мачтой и тахилажем, Алина, испустив крюки, отвесилась над кормой. В некотором смятении Роберт отвернулся. Женщинам приходилось объяснять, как это делается в море. Обычно они не верили. Зачастую терпели до полусуток и уж в любом случае строго предупреждали не оглядываться. Эта женщина вела себя так, будто давно ходила в море. Хорошие клиенты. Кто из них болен? И чем? Рак на земле лечит. Почти бы боль. А те, у кого совсем уж запущенная и страшная форма, не ведут себя так спокойно и не выглядят такими здоровыми внешне. У старика в коляске наверняка позвоночная гниль. Это больно, трудно, но может длиться десятилетия. У парня, который пошел к Даниэлю, цисты крутенька. Когда человек так часто и непрерывно моргает, до выхода личинок остается 3-4 дня. Либо Даниэль найдет с нарко, либо личинки сожрут у парня мозг. А у этих? Роберт немного подумал. Руки работали сами по себе. Подтянуть фал, посмотреть на небо, глянуть на картошку компаса, переложить штурвал на два румба в западу. Они оба больны, решил Роберт. А значит, это синдром Мишель, болезнь, предающаяся половым путем. Нестерпимая боль, паралич и смерть в любой момент. Ничего, все шансы успеть. Он подумал о тех мужчинах, женщинах и детях, которые побывали на его шлюпе. О больных, искалеченных, парализованных, безумных. Им всем нужно было одно – знак. Сердце знака. И почти все его получили. Роберт подумал, что успеет. Обычно те, кто был ему симпатичен, успевали. Алина поднялась к нему, достала из кармана бинокль. Роберт посмотрел на него с подозрением. Но это был правильный бинокль. Керамика и стекло, ни одной железной детали, никаких чипов и батарейка. Алина поднесла бинокль к глазам. Некоторое время следила за корабликом Мигеля. Потом принялась осматривать пустынный берег. Обычно Роберт гнал женщин с мостикой, но для этого и сделал исключение. «На берегу», – сказала Алина. «Звери вроде тюрени, но с длинной шеей. Это снарки?» «Детеныши снарков», – ответил Роберт. «О!» Некоторое время Алина смотрела на бит, не отрываясь. Потом призналась. «А я не думала, что они такие грациозные и что их так много. Почему нельзя поймать детеныша?» «Поймать легко. Они очень доброжелательные, с ними любят играть дети». «И выиграли?» «Играл». «С ними можно заплывать в море, далеко». «Они понимают, когда их просишь вернуться. Можно играть с ними в мяч». «Они неразумные?» – спросила Алина. «Как собаки или как дельфины». Комиссия признала, что они неразумные. Роберт не уточнил, что в комиссии было два десятка старых больных ученых. А вернулись они на землю крепкими, с ясной памятью и без малейшей двоих. Земная медицина может вернуть человеку молодость, но даже она не способна вылечить все. Вылечить все могут только снарки. «Так почему мы не охотимся на детенышей?» – спросила Алина. «Вы знаете, что у снарков нет сердца?» «Конечно». «Она посмотрела на Роберта с возмущением». «У них сосудистый контур кровообращения. То, что называют сердцем, это единое гормональное железо, сквозь которого... я поняла!» «У детенышей нет тех гормонов, что у взрослых. Они уходят в море на пятый год жизни. С 7-8 лет их сердце начинает функционировать полноценно. Это сразу видно. На голове вырастают фибрицы». «Ясно». Она опустила бинокль. «Вас подменить, капитан?» Роберт колебался. Он не привык доверять так быстро. «Вы еще... Она женщина?» «Справитесь?» «Я готовилась. Год ходила на ядр». «На каких?» «На таком же шлюпе, как ваша. Я еще на земле выбрала напасть». Роберт посмотрел в нее глаза и отошел от штурвала. Она встала на место волевого. «Следуйте этим курсам. Береговая линия уходит почти ровно на север. Держитесь в пяти мигах от берега. Поглядывайте на небо. Здесь нередки шквабы. Не беспокойтесь, капитан». Роберт спустился в кают-компанию. Он был уверен, что Александр еще спит, но тот стоял у плиты на крошечном камбузе. Штурка была отдернута, и Роберт видел все его движения. На маленьком очаге в ровном пламени угольного брикета кипел маленький котелок жаропрочного стекла. Александр с двумя длинными ножами в руках нарезал на столике рыбу. Серые матовые лезвия скидывались вверх, на доле секунды зависали и мягко рубили жирную тушку кипуса. Казалось, из-под ножей должна брызгать кровь, должны видеть слизистые комки внутренностей в перемешку с обломками костей. Но чудесным образом ножи выхватывали из тушки тонкие пласты рыбы, подбрасывали в воздух. Один клинок быстрым взмахом срувал кожу вместе с чешуей, второй рассекал пласт на два тонких слой и отбрасывал в сторону на тарелку уже нарезанной рыбы. Роберт представил, каким острым должен быть нож, рассекающий плотное мягкое мясо кипуса. Спросил, это металл? Керамика, сказал Александр, не оборачиваясь. Хорошие ножи. Роберт любил хорошие ножи. Дома у него был нож с земли. Золинген. Хороший нож. Он стоил 50 кредитов. Роберт не мог представить, сколько стоят эти ножи. Хемпус не самая лучшая рыба, сказал он, извиняясь. Я ее прихватил, потому что хорошо хранится. У меня есть морской лоб, он вкуснее. Ничего, ничего, пробормотал Алекс. Ничего, приготовим. Роберт подумал и сел на стул. Сон мог и подождать. Удивительные ножи превратили тушку Хепуса в горку мяса и горку отбросов. Отбросы Алекс смел помойное ведро, тщательно протер ножи тряпочкой и вложил в ножны на поясе. Роберт накмурился. Когда они поднялись на борт, Алекс этого пояса не носил. Хепуса лучше жарить, сказал Роберт. Главный хепус совсем не вкусен. Ничего, ничего, повторил Алекс. Откуда-то появился толщовый мешочек из мешочка сиреневые листья понго. Алекс кинул пять листьев в котелок, понюхал пар, добавил еще один лист, щепотку соли. Роберт покачал головой. Никто и никогда не барит рыбу с листьями понго. Это верный способ испортить продукт. Дальше началась полная ерунда. Двумя палочками вроде тех, какими в колонии едят чины и джапы, Алекс подхватывал пластинку рыбьевой пиле, обрунал кипяток, через три секунды извлекал и отбрасывал на новую тарелку. Он что, решил сделать суси? Когда все мясо прошло через кипяток, Алекс слил часть жидкости из котелка. В оставшуюся выдавил лимон, высыпал пол чашки какого-то порошка, похожего на муку, но серо-сиреневого, и несколько щепоток сушил их трав. Часть трав пахла знакомо. Часть стеклянных пузырьках, наверное, была с земли. Сейчас, сейчас, сказал Алекс, хотя Роберт ничего не говорил. Я понимаю, вы голодны. Состоявшую в стороне сковороды он снял перевернутую тарелку, послужившую крышкой. Обнаружилась стопка тонких лепешечек. Видимо, торги и Алекс скобзарами. Сложив лепешку кулечком, он бросил туда пару кусочков филе и завел двумя ложками соуса из котелка. Соус стал густым и синим. Хорошая пища такого цвета не бывает. Но мало вкусно. Прошу, капитан. Алекс вручил ему кулечек и принялся сворачивать себе точно такой же. Роберт осторожно усил. Лепешка была еще теплой, рыба и соус внутри горячими. Вкусно? Очень! Он никогда не думал, что хекус может быть таким вкусным. Соус, несмотря на ускоршающий внешний вид, оказался спокойным, легкой, кисловато-терпкой, ното-оттенеющие жирное мясо. Роберт не успел опомниться, как съел. Кулечек и даже облезал перемазанные соусом пальцами. Держите, капитан. Перед ним оказалось блюдо с двумя свернутыми лепешками. Еще одно блюдо с кулечками из тортилий. Как он успевал так быстро их вертеть? Александр унес наверх. Роберт ел, подбирая языком капли соуса с пальцами. Деликолепно! Мужчина не обязан хорошо готовить, но если мужчина готовит, он должен готовить великолепно. Мужчина должен делать только то, что у него получается великолепно. Все остальное могут делать женщины. он заглянул на кампус. Там еще оставалось немного рыбы, две лепешки и соус в котелке. Роберт понял, что еда предназначена ему. Налил стакан холодного чая из паркурового чайника, жадно выпил, потом свернул себе еще один кулечек и поднялся на палубу. Остановился. В миле по курсу раскачивалась над водой шея снарка. Открытая пасть была обращена к небу. Едва слышный тонкий звук разносился над волнами. Снарк пел. Алекс и Алина обнявшись стояли у штурвала. Шлюк шел на снарка. Роберт знал, когда снарки поют небо своей песней. Алекс ряхнул он. Взять рипы! Идет шквал! Песня снарка завораживает, особенно когда слушаешь впервые. Ему пришлось встряхнуть парня, чтобы тот пришел в себя. Роберт взял обину и Алина за плечи развернул. Со стороны океана стремительно напрягалась фиолетовая бурлящая облачная гряда. В какой-то миг ее совершенно беззвучно прошила белая ветристая молния. Песень снарка стала громче. Он близко! Закричала Алина. Снарка! Видите? Снарка! Глаза женщины были веселые и безумные. В каюту! Роберт толкнул ее от штурмала. Живо! Задрай люди! Закрепи вещи! Фиолетовые тучи стремительно закрыли садящиеся в море солнце. Сразу стало темно и холодно. Еще один в разряд молнии огоньками окразился в глазах Алины. Громыхнуло! Снарк пел торжественно и победно! На ребрисах плясало бледное пламя коронного разряда. Алина последний раз взглянула на снарка и метнулась в каюту. Хлопнул деревянный люк. Александр уже был на наветренном борту, опираясь на них. Право рифы. Он заканчивал, и Роберт не стал ему помогать. Захритил на поясе страховочный конец. С сомнением глянул на пряжку. Надо было поменять ремень, но на это не осталось времени. Страховка! Крикнул он. Алина! Закрепись! Александр услышал. Под негодующим взглядом капитан и метнулся за поясом. Он едва успел застегнуть ремень и закрепить конец на мачте. Их накрыло. Напасть скользнуло по набегающей волне. Застыло над пропастью черного стекла. Ухнуло вниз в облаке соленых брызг. Смыло вверх, поддев носом новую волну. Шлюп запрыгал на великанских качелях. Роберт смеялся, вцепившись в штурвал. Солнца не было. Небо в пене. Пение стихло. Холод воды. Капитан! Александр добрался к нему по скачущей и сбрыгивающей палубе. Схватил за плечо. Роберт не услышал, а прочел по губам его слова. Долго еще! Пять, десять! До доходчивости он на мгновение оторвал руки от штурвала. И океан воспользовался этим. Коварно ударил шил под днище. Очередная волна, на которую взлетела напасть, вдруг рассыпалась. Шлюп стахнул вверх и тяжело ушел вниз. Роберт, подброшенный толчком, осознал, что остается висеть в воздухе вот для персонажа мультфильма, из-под которого выдернули опору. Палуба уходила вниз, покрытая бурлящей стекающей водой. Черные стены волн торжествующе плясали вокруг. Александр, перехватив штурвал, цеплялся за него обеими руками. Но краткий миг нереального парения прошел. Роберт рухнул вниз. Палуба коса ударила его подошвы. Его оторвало от обретенного на мгновение штурвала. Поволокло по палубе. Впечатало в лиера левого борта и он услышал, как с мокрым хлопком лопается страховка. Растегнутый пояс пролетел мимо, вот и страховочный конец был резиновым и стремился сократиться. Роберт почувствовал, как проскальзывают между палубой и левым ноги. Он безнадежно попытался вцепиться в мокрую палубу. Пальцы скользили. Роберт понял, что сумеет ухватиться за левым уже соскользнув за борт. Ухватиться, чтобы провисеть 10-20 секунд и быть оторванным в следующей волны. Что-то прошило воздух, мягко стукнуло в палубу. Он еще ничего не успел увидеть, ладони сами сжались вокруг рукояти керамического ножа. Александр, уже выхвативший из ножен второй клинок, убрал его и снова взялся за штурвал. Несколько секунд Роберт висел, держась за нож. Потом палуба наклонилась вперед и он скачил, метнулся, подхватил еще один пояс, закрепленный на мачте. Застегнул. Александр вел шлюп прямо на волну. Стоял напряженно, судно чувствовал плохо, делал все словно по учебнику. Но сейчас и не нужно было ничего большего. Роберт остался у мачты, позволив Александру оставшиеся минуты вести шлюп сквозь бурю. Шквал кончился так же быстро, как и начался. Тучи ушли к берегу и пролились недолгим ливнем. Молнии отремели, волны утихли. Где-то далеко в море сверкнула белоснежная пятнышка снарка и исчезла в волнах. После гори снарки уходили в глубину на час, на пять, на десять. «Топят в песне силу молний», говорилось в каком-то стихе, который Роберт учил еще в школе. На самом деле все куда прозаичнее. Накопленным электричеством снарки глушили жирных глубоководных крабов, совершенно неуязвимых в своей броне, но беспомощных против высоковольтного разряда. Поэты всегда будут. Роберт подошел к Александру, похлопал парня по плечу. Тот с усилением оторвал взгляд от спокойного океана, будто сень чуждал волну. «Ты молодец», просто сказал капитан. Александр кивнул, посмотрел в сторону берега. «Шквал ушел», сказал Роберт. «И снарк ушел», сказал Александр. Расстегнул в страховку, подошел к воткнутому в палубу ножу, раскачал, выдернул. «Снарк еще будет». Ночные вахты Роберт и Александр стояли на двоих. Алина не спорила. Утро застало за штурвалом Александра. Он держал курс на север, сверяясь с Солнцем. Случайность, хирония судьбы. Для этой планеты земное Солнце выполняло роль полярной звезды. Желтая искорка над горизонтом, мир, откуда он пришел и куда вернется. Так ли это? Александр вода и Есть соснеженные горы на западе. Но океан посветлел, тучи на востоке вспыхнули розовым, солнце почти такое же, как земное, вынырнуло из воды. Посвежел ветер, море засверкало, чуть крепче стала волна. Качавшиеся всю ночь на воде колючие розовые мячики ежей поплавочников потемнели, набрали воду и начали погружаться. Александр проводил их задумчивым взглядом. Говорили, что у поплавочников вкусная икра. Собирать их со дна очень трудно, а вот ночью, когда они дрейфуют с одного паспища на другое, достаточно бросить за борт сеть, и к утру она будет полна ежами и ошметками случайно попавшихся рыбин. Александр решил, что вечером они запросят сеть. Поднялся Роберт, принес чашку ароматного горячего кофе и разогретые на сковородке круассаны, уже надрезанные и напичканные джемом. Александр с сомнением попробовал кофе, но напиток ему понравился. Местные ухитлялись выращивать кофе в придворьях почти на самой границе снегов. На туристов, скупающих мешочки с зернами Александр смотрел с улыбкой, но теперь решил захватить килограмм другой на землю. Круассаны были хуже, местный хлеб ему вообще не нравился, зато джем был вкусный. На каждой планете найдется что-то интересное. «Как себя чувствуешь?» спросил Роберт. Шквалы оборвавшийся пояс сплотили их. Это была еще не дружба, но уже не отношение хозяина и работника. «Заверз?» сказал Александр Подумов. Роберт понимающий кивну. «Синдром Мишель, капиллярные спазмы, мерзнут руки и ноги. Мы обязательно поймаем снарка», сказал Роберт. «А правда, что снарк может исцелить только одного человека?» неожиданно спросил Александр. «Чушь», ответил Роберт. «Дело в том, что гормоны быстро выдыхаются и они нестойкие. Сердце снарка нельзя заморозить или законсервировать. Его надо съесть в течение и получаться после убийства, после запоя», поправил его Александр. Роберт пожал плечами. «Он никогда не играл словами. Слова все равно не меняют дело». «Одного, двоих, пятерых», сказал Роберт. «Больше вряд ли, но в осень обязательно каждому больному добывать своего снарка». «Этот слух пустили жадные капитаны». «Это бесчестно». «Значит, мы все могли поплыть на одном судне», заинтересовался Александр. «Чем больше судно и экипаж, тем осторожнее будет снарк», дипломатично ответил Роберт. Александр кивнул, удовлетворенный ответом. «Они увидели снарка в полдень. может может быть того же самого, что пел перед бурей, может быть другого». Снарк плыл к берегу, за ним гнался кетч Мигеля. Это не было настоящей погоней. Снарк способен несколько часов плыть глубоко под водой, его не догнать на самый быстрый шходе. Снарк играл с кетчем в догонялке. Быть может так же, как в детстве играл в полосе прибоя с корвастыми голыми детишками. Родители любят, когда дети играют с детенышами снарков. Во-первых, детям ничему не грозит. Во-вторых, какие-то флюиды исходят даже от маленьких снарков. Дети реже болеют. Ну, а в-третьих, тех снарков, что играли с детьми, будет проще убить. «Можем перекладить?» азартно сказала Алина. «Капитан?» Роберт молча покачал головой. На подобную глупость даже не стоило отвечать. Капитаны не отбивали друг у друга добычу, даже если клиенты трясли пачками денег. Клиент съест кровоточащее сердце снарка и улетит на землю, Эдем или Олимп. Капитанам жить рядом до следующего корабля, ходить по одним и тем же улицам в одни и те же таверны. Их женам и дочерям встречаться в лавках и на рынках, по воскресеньям сидеть рядом под угоризненным взглядом пастыря. Есть вещи, которые стоят слишком дорого, чтобы их продавать. Снарк играл. Это был молодой Снарк, лет 12 и не более. Он наполовину выпрыгивал из воды и уходил вперед, чтобы тут же в потуге обогнуть кич и пристроиться в корме. Мигель не пытался соревноваться с ним скорость. Он просто ждал, когда Снарку захочется подплыть ближе. Роберт встал на носу, смокнул руками, привлекая внимание Мигеля. Свел руки крест на крест, опустил левую, правую вытянул горизонтально. Александр и Алина молча смотрели на Роберта. Язык жестов плохая замена радио, но адекватная сигнальным флажкам. Мигель подошел к своему клиенту, тот сидел в просторном деревянном кресле, укрепленном на полубе. Что-то спросил, переспросил, пожал плечами, встал у борта, его руки взметнулись, сигналя нет. Роберт так и предполагал. Старик с позвоночной гнилью не захотел делиться сердцем снарка. Видимо, верил, что один снарк может исцелить только одного человека. «Они не хотят совместной охоты», сказал Роберт. Александр и Алина не расстроились, стояли, наблюдая за движением миграциозного белого зверя. Вот снарк загружился вокруг Кеча, вот лениво поплыл назад, будто ему наскучила забава. Вот снарк нырнул и через несколько минут показался гибкой белой торпедой с самого борта Кеча. Мигель метнул гарпун. Одновременно его сыновья бросили дротики, чтобы обескровить и утомить зверя. Гарпун скользнул по гладкой шкуре и ушел в воду. Кажется, прошли мимо и дротики. Снарк испустил тонкий возмущенный крик и нырнул. Он проплыл под водой с полмира, прежде чем вынырнуть прямо у борта на пасти. Похоже, и скук мешал ему ориентироваться. Плавники ударили по воде, длинная шея вытянулась, голова снарка повисла у самого борта, глаза испуганно смотрели на Роберта. Роберт развел руками. Это был не его знак. Зверь мягко погрузился в воду и исчез. Роберт вздохнул и повел шлюх вдаль перегрой. Кеч остался и пошел по расходящейся спирали в тщетной надежде, что знак подранен. До Роберта донеслась брань Мигельна и пронзительный голос старика. Красивый, неожиданно сказала Алина. Господи, какой же он красивый. Роберт поморщился. Так нельзя думать и говорить. Существом, которое собираешься убить и съесть, нельзя восхищаться. У него был случай, когда женщина отказалась от убийства с нарком после того, как убедила его в жилую. Отказалась и улетела на землю умирать. Сильный зверь, сказал Александр. Это уже было лучше. Роберт, возьмите берегу. Зачем? Я вас прошу. Роберт повернул штурвал. Шлюх двинулся к скалистому берегу, оставив кечь искать подрамка. Если мы снова встретим этого с нарка, можно его убрать? Тогда уйдем от кеча на две мили, если они прекратят погоню. Ага, сказал Александр. Роберт, держите те скалом, я займусь парусами. Роберт стоял в штурвала, не задавая вопроса. Потом произнес, я хожу в море тридцать лет, десять из них в одиночке. Я знаю палаты с нарков, они не прячутся у берега. С нарк вовсе не уберегать, Витя Александр. Он стоял у борта и смотрел в пенящуюся воду. Роберт взглядом подозвал Алину, отошел от шкурвала и перегнулся через борту. С нарк плыл под килем, прячась в тени, которую отбрасывало на морское дно напасть. Прижатые потоком вибриссы велись вокруг головы с нарка будто волосы. Умный зверюгой, сказал Александр. Раз мы не напали, то за нами можно прятаться. Вы попадете в него? На глубине? Роберт засмеялся. У меня нет гарпунной пушки. У меня ручной гарпун. Есть на русской лед. Возьмите гарпун, посоветовал Александр. девчонок tierra. Далеко за кермой тimpression прекратил окружение. Развернулся и двинулся дальше на север в краик Summer и race Достал гарпун из чехла, закрепил трос. Взвесил в руке, вспоминая ощущение, готового убивать оружие. Лезвие из керамики на прочном деревянном древке, прочный нейлоновый трос. Снарки ловкие и быстрые, но они не отличаются силой и выносливости. Китопоев из земной древности приходилось куда труднее. Убирай паруса от ряда на Александру. Если Шилб остановится, Снарк выморнет. Александр возился с текелажем. Роберт стоял у борта и смотрел на Снарка. Снарк вынулся медленнее, не выходя из тени. Но вот Шилб остановился, покачиваясь на волне. Снарк загрузился на месте. Но Шилб медленно разворачивал носом к солнцу. Тень сокращалась. Снарк ударил плавниками и всплыл. Из воды поднялась голова, венчики либриз, длинная шея, грудные плавники, частые сильно бьющие по воде. Темные глаза посмотрели на Капитана. Снарк издал тихий мяукающий звук. Роберт поднял горбун. Глаза Снарка сузились. На леприсах полыхнули синие искры. Клиенты часто думали, что Снарк собирается атаковать горбунщика. Дурачьё. Разряд опасен только в воде. Это было что-то вроде крика. Беззвучного крика вольверкородком диапазоне. Роберт мельнул горбун. 20 сантиметров бритвенно-острого лезвия прошили шею Снарка. Зубчатый кончик горбун прошёл на вылет. Снарк запился. Роберт с самого начала оставил свободным лишь короткий отрезок троса и жёстко закрепил горбун. Снарк не мог даже полностью погрузиться. Бился вокруг борта по дуге. «Он же мучается!» — закричал Александр. Роберт хотел сказать, что это даже полезно. Шок вызывает выработку гормонов, сердце обретает ещё большую целебную силу. Но Александр его не слушал. Он прыгнул в запах, выхватив свои удивительные ножи. Прыгнул прямо на Снарка и съехал по нему, в море распарывая тело зверя двумя глубокими бороздами. Тёмная бакровая кровь запрестала потоком. Снарк как-то сразу успокоился, сделал ещё несколько ударов ластами и отмяшку поделил. «Вот так!» — сказала Алина. Она смотрела на крабовое пятно и неподвижную душу совершенно спокойно. «Нехорошо, когда животные мучаются понапрасну. Здесь ведь нет акул!» «Упаси Боже!» — Роберт видел фильмы о стремительных земных хищниках. «Кидайте верёвки!» — крикнул Александр. Он плавал вокруг мёртвого Снарка в струящихся потоках крови. «Не теряйте времени!» «Они кинулись за борт верёвки. Крепкие нейроновые верёвки. Пропустились в спецблоке. Александр внизу с народиста обвязывал тело Снарка. Роберт снова восхитился. Как хорошо у него всё получается!» Потом Александр взобрался на палубу. От него пахло кровь, острый, тревожно. Они вместе тянули верёвки, поднимая тушу на борт. Снарк весил не меньше тонны. Крепкий и здоровый Снарк. Впрочем, все Снарки крепкие и здоровые. Никто и никогда не видел больного Снарка. Палубу окатили тремя бёдрами воды, смывая кровь. Роберт протянул руку, и Александр послушно вручил ему свой нож. Роберт несколько раз провёл по клубнику, чтобы почувствовать глинок. Нож рассекал плоть, будто резал мешок с крупой. «Давайте!» — попросил Александр. «Давайте, капитан!» Роберт вспорол Снарку брюка. Снова хлынула кровь. Внутренности ещё гились. Сокращались опавшие вены. Подрагивали лёгочные мешки. Раздвинув внутренности, Роберт взял в руку сердце Снарка. Оно пряталось между лёгкими и действительно походило на огромное, больше бычьего сердца. К нему подходила целая гроздь сосудов. Вначале Роберт рассёк тяжие перепонки, удерживающие сердце в грудной полости. Потом сосудистую ветвь. Извлечённые из тела Снарка железа уже меньше напоминало сердце. Рыхлая губчатая масса, пронизанная тысячами капилляров. Единственная железа организма. Эликсир жизни. Воплощённая панацея. Вот. Роберт окунул железу в ведро, смывая кровь. Очень быстро, только чтобы чуть-чуть улучшить вид. Напитанную гормонами кровь внутри железы вымывать не стоило. Ешьте сырой, не бойтесь, это всего ещё очень вкусно. Мы знаем, сказал Александр. Вы будете? Роберт покачал головой. Он не был болен, а впрок, сердце Снарка не едят. Ешьте. Он поднялся на бак. Постоял у штурвала, прошёл на нос. Посмотрел на уходящий кетч в свой бинокль, простенький, куда хуже, чем у Алины. Кажется, Бигель так и не понял, куда делся его Снарк. Роберт подумал и решил, что рассказать всё же придётся. Никто раньше не знал, что Снарки умеют прятаться. Капитан. Александр подошёл к нему. В окровавленных руках он держал тарелку. На ней нарезанное тонкими лунтиками сердце Снарка. Обычно клиентам не хватало выдержки. Они ели сердце, как придётся. Хватали руками, вгрызались в мякоть, давились и захлёбывались солёной, концентрированной жизнью. Роберт подумал о том, что теперь они здоровы. И этот храбрый, умелый мужчина, и эта храбрая, умелая женщина. Болезни покинули их тело. Смерть Снарка подарила им жизнь. Вы должны попробовать. Я был уверен, что тут нужен лимонный соус. Сердце Снарка и премь было чем-то посыпано и сбрызнуто. Роберт взял ломтик, попробовал. Да, вкусно. Роберт пьёв сердце Снарка трижды. Один раз из любопытства. Один раз, когда сломал ноги. Переломы срослись через два часа. И ещё раз, когда началось боить его собственное сердце. И доктор поставил его перед выбором. Таблетки на всю жизнь. Или сердце Снарка. Конечно же, он выбрал сердце Снарка. Роберт взял второй ломтик. Чем он его посыпал? Какие-то травы и лимонный сок. Когда нам рассказали, что сердце Снарка – это очень вкусно, я сразу подумал на лимонном соке, сказал Александр. Сок, мята и совсем чуть-чуть сахара. Наградится вкуса. Интересно, да? Жаль, что нельзя сделать его на грине. Чем вы больны? Спросил Роберт. Что? Александр отправил в рот ещё один кровавый кусочек. Чем вы больны? Что вы хотите вылечить сердцем Снарка? Мы не больны. Александр протестующий помотал головой. Капитан, не беспокойся. Мы совершенно здоровы. Мы гастрономы. Любители вкусной пищи. Мы услышали, что сердце Снарка – это не только лекарство, но и деликатес. Только в тысячу раз дороже чёрной икры и фуа-гра. Мы богаты. Мы можем это себе позволить. Мы прилетели сюда. Я вижу, что мы прилетели не зря. Это замечательно, капитан! Он повернулся и пошёл к жене. Роберт, оцепенев, смотрел на них. Две фигуры над окровавленными с породой души. Словно две птицы-падальщицы над выброшенным на берег Снарка. Потом Роберт с тоской понял, что если он попытается дать Александру в морду, то получит сам. А если прыгнет в воду и поплывёт к берегу, они спокойно приведут Ярту обратно в спор. «Присоединяйтесь, капитан!» – крикнула ему Алина. Роберт сел на палубу и закурил. Забак был крепкий. Крушил голову и успокаивал. Он подумал, что на обратном пути ему надо больше курить. Зимы здесь никогда не было. Длинное, тёплое, сухое лето и короткий сезон холодных дождей. Дождь шёл третий день. Они сидели в таверне, глядя на грустящего причала суда. «Расслабься, друг!» – сказал Мигель. «Судьба слепая от рождения. Они могли прийти ко мне. Тогда дураком был бы я». «Жизнь Снарка берут за жизнь человека», – ответил Гроберт. «Это честно. У меня есть только парус и гарпун. Снарк может уйти. Но взять жизнь Снарка ради вкуса!» Мигель поднял тяжёлую кружку. Посмотрел на густое, тёмное пиво. «Я пью это пиво ради вкуса», – дипломатично сказал он. «Но ты же за этот бокал не вырезал сердце Снарку!» Мигель пьёвнул. Глотнул пиво. Достал портсигар и угостил Гроберта. Ему выпал хороший сезон. Он смог прикупить вдоволь куриво, несмотря на большую семью. «Старик, для которого я искал Снарка, живёт уже сто лет», – сказал он. Я спросил, чем он будет заниматься, когда вернётся здоровым. Он сказал, что омолодится. И заведёт кучу любовниц, невидных девушек. Это ему нравится больше всего. У него много денег, ему не надо их зарабатывать. «Может быть, Роберт, нет большой разницы, для кого мы убили Снарка?» Для парня и девушки, которые любят есть необычные блюда? Или для старика, который желает день и ночь крыть молодых девушек? А что мы знаем о парне, для которого Даниэль убил Снарка? «Ты хочешь меня утешить», – тихо сказал Роберт. Он был слегка пьян. Вот уже неделю, с тех пор, как вернулся из последнего плавания, слегка пьян. «Хочу», – согласился Мигель. Допил пива. «Хочу. Хватит тебе пить. Мы не ангелы, мы люди. Мы всё время, как будто жрём». Он встал, бросил на стол три тяжёлые серебряные монеты, пошёл к дверям, но на полпути обернулся. «Роберт!» Капитан на пасти поднял голову. «На самом деле, не только у Снарков нет сердца». Мигель улыбнулся. «У многих людей его нет тоже». Об issuing эксперт удостоверяйтесь в金融 c Спасибо. Разумеется, сейчас мы должны объявить антракт. Встретимся через несколько минут.